Взгляд западный эксперт раскритиковал позицию США по Крыму и Абхазии. Л. Западный эксперт раскритиковал позицию США по Крыму и Абхазии. 23 сентября 2019 года, 12.21 фото, Артем Каратаев, ТАСС-текст, Ольга Никитина. Западный анализ современной России невероятно предвзят в изображении российских интересов, и Крым будет изображаться украденной территорией, а не выбравшим свой политический статус голосованием большинства местного населения, пишет американский политолог Мэтью Крастон. В статье для Modern Diplomacy, Крастон подводит итоги президентских выборов в Абхазии, местонахождение которой на карте знают очень немногие американцы и западные европейцы. Это северо-западный угол, зажатый между Российской Федерацией и Грузией. Ее западные берега омываются Черным морем, объясняет политолог. По его словам, когда западные страны выступают не только против результатов выборов в Абхазии, но и вообще против самого факта их проведения, называя выборы фиктивными и фальшивыми, речь идет не столько о юридических прецедентах, сколько о том, что Америка боится российского пугала, видя, что Абхазии суждено пройти путь Крыма вернуться в территориальное лоно Российской Федерации. При этом автор статьи отмечает, что избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба никогда не высказывался в пользу этого публично. Все западные СМИ, за исключением одного, назвали воссоединение Крыма с Россией аннексией, продолжает Крастан, отмечая, что сам предпочитает термин «выход из состава Украины». По его словам, аннексия подразумевает принудительное и недобровольное действие. Поскольку западный анализ современной России невероятно предвзят в изображении российских интересов, Крым всегда будет украден, а не определившим свой будущий политический статус волевым голосованием большинства местного населения, констатирует автор статьи. По его мнению, Абхазия находится в похожем положении. Весьма сомнительно, что Соединенные Штаты действительно так сильно заботятся о территориальной целостности Грузии. Весьма сомнительно также, что они действительно верят в то, что Абхазии было бы лучше под грузинским правлением, чем под ее собственным управлением, рассуждает Крастан. Единственная реальная причина, по которой Соединенные Штаты выступают с такой решительной оппозицией, заключается в том, что ключевым американским интересом является контроль над российским доминированием в пределах своего региона, подчеркивает автор статьи. Многие на Западе предупреждали, что Крым станет ступенькой для России, которая захватит другие части Восточной Украины, а затем Польшу, а затем Прибалтику, напоминает Крастон. Конечно, ничего из этого даже близко не произошло, поскольку Россия не проявляет особого интереса к тому, чтобы вызвать столько региональных потрясений. При этом никто на Западе не отрекся от этих мрачных предсказаний и не признал своей неправоты в объявлении о возрождении новой жестокой Российской империи, указывает автор публикации. Более важные философские вопросы, которые стоит обсудить, касаются власти. Кто имеет право на отделение? А у кого его нет? Какие причины являются законными для изменения территориальной принадлежности или статуса членства в той или иной стране? Какие причины являются незаконными? Должны ли такие соображения быть чисто местным вопросом, основанным на истинной и справедливой политической воле местного населения, выраженной в ходе выборов? Или эти соображения находятся во власти более крупных международных держав, делая такие регионы, как Абхазия, не более чем пешками в большой шахматной игре, происходящей на международной арене? Перечислил американский политолог. В заключение Крестон призывает читателей не верить тем, кто дает легкие и банальные ответы на сложные, глубоко проблемные вопросы, и напоминает, что Россию всегда удобно изображать в роли злодея. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В сентябре Рауль Хаджимбл во втором туре выборов был переизбран главой Абхазии. Он набрал 47,39% голосов избирателей. Текст Ольга Никитина.